Катятся годы и на слов всем, так хочется жить без забот и проблем, куда несется мир. Всем привет дорогие друзья, я сегодня не стала вас утомлять нашим завтраком, а то пишут некоторые, говорят, что сколько будете нам показывать завтраки, обед и ужин, не буду сегодня показывать завтрак. В общем, с утра была гроза сильнейшая, я проснулась, прям так бабахнула капитально, три раза бабахнула, первый раз был самый громкий. Сейчас скажу вам, сколько сегодня, нет, 11 сейчас с утра, 11 градусов, сейчас у нас времени 9.40, ну, значит до 14, наверное, скорее всего, дойдет. Мы живем в одной остановке от Дендрария, в Дендрарии мы были последний раз с Ваней, но с Ваней, знаете, там много не похожи, ему это не интересно, а вот мама у нас любитель растений, природы. Слушай, ну, у нее не потеплеет, 10 днем показывают, сейчас 11, днем 10, но без дождя. Вот, в общем, идем с вами, сейчас прогуляемся по парку, потом, может быть, выйдем к набережной, как пойдет, дело в том, что все зависит от погодных условий. С утра ли у дождь, сейчас, вот, как видите, нормально. В общем, как я вам уже говорила, вот из-за этой транспортной развязки, из-за огромного моста, тут, ну, собственно говоря, у нас одна остановка, хотя там еще какая-то мелкая сейчас остановка была. Ну, две остановки от нас, то есть, ну, по идее, не очень далеко от Дендрарии, но неудобно идти, дорога пешеходная не очень хорошая. А так, я бы вообще боюсь, если бы вот, когда одна буду, без мамы, на самокате. Сел и поехал. Так, вышли, нам нужен нижний Дендрарий. Почему мне нравится, знаете, вне сезона отдыхать? Потому что нет толп людей, нет очередей. Если вы сюда попадете летом, вы будете стоять огромную очередь, только за билетами на вход. А сейчас все, рабочий день, все люди разъехали, слава богу, и абсолютно свободный доступ. Так, сейчас посмотрим, где. Закрыто. Канатная дорога не работает, но она сто лет не работает. А еще одна касса, что ли, есть? Вот, наверное, посмотришь. Вот здесь, наверное, берет. Здравствуйте. Здесь касса, да? Касса здесь, да, вот, направо. Пенсионные сели бесплатные, если бы где. Ух ты, есть ли вам пенсионные? Прикиньте, пенсионные бесплатные. Так, нижняя часть парка 150 рублей. В общем, бесплатно могут посещать даже парк участники-инвалиды Великой Отечественной войны. Мне кажется, уже, наверное, в живых-то не осталось. Инвалиды, первый, второй групп, дети-инвалиды, лица, подвергшиеся воздействию радиации, многодетные семьи, дети до 7 лет, сотрудники Минприроды, сотрудники ФБГУ. Так, ладно, мы с вами идем в Нижний парк, нам надо перейти через дорогу. Причем хотели, ну, вот, мама, у нее с собой пенсионные книжки нет, но понятно, да, что мама пенсионного возраста. Но у нас, как всегда, нужна книжечка, документы. Ну, я нашла паспорт у меня мамин есть, сфотографированный. Говорю, вот, нет, документ. А тебе на будущее найти документ, кстати, везде пенсионный, ну, большинство скидок. Мне даже кто-то спросил, Лена, а вы билет в театр покупали по скидке маме? А мне даже, честно говоря, в голову не пришло. И сейчас тоже не пришло. Просто женщина на входе говорит, типа, вы по пенсионному? Потому что я-то забываю, что мама пенсионная. Так, ладно, мы берем. Господи, 150 рублей. Ну, а сам процесс. Так, переходим на другую часть. Вход в Нижний парк. Дендрари. С животными нельзя, прикиньте. Обратите внимание, что собачка со своей. Вы сюда не пройдете погулять. И мы попадаем с вами сразу в оазис. Мам, там лебеди красоты неописуемые. И даже эти какие? Ну, как-то вот они... Да. Почувствуете себя в русской деревне. Обожаю это место. Мне нравится парк Южная культура. Не знаю, маму туда довезу, не довезу. И вот это место. Посмотрите. Какая прелесть, да? Какая прелесть. А они кушать плывут к нам. Красота необыкновенная. Но вот ради этого, конечно, стоит сюда прийти. Господи, ты боже мой. Посмотрите, как они красиво, грациозно. Они думают, что мы их кормить будем, кстати. Будешь обниматься? Мама увидела большое дерево. Знаете, считается, что деревья, они энергетически... Испачкаешься. Энергетически сильные. Можно энергией подпитаться от дерева. А можно, кстати, и отдать свою энергию. Надо знать, с какими деревьями обниматься. В общем, очень красивые лебеди. Но у них здесь строгая иерархия. Смотрите. Чёрный лебедь, вот эти два его, белых, не пускают покушать. Он вот прям подплыл буквально на минуту. То, что мы стоим. И, ну, видимо, ему было как-то, наверное, не страшно. А так его вот эти два не пускают. Прикиньте. Он чуть-чуть там что-то поклевал такое. Утка пошла плавать. Ой, боже, как я наслаждаюсь вот этой природой. Что, сфотографировать, что ли? Мама. Слушайте, это вот поэтому надо на этот случай иметь два телефона. Вот так вот я хожу. Один у меня для Инстаграма. А ничего с фонарями тебе? Нормально? Нормально. Хорошо. Один для Инстаграма. У вас, смотри, форни такие. Ну, это Платан, наверное. Там нет таблички? Платаны обычно такие широкие. Где мы были? В Грузии, в дендрологическом тоже парке. Там, говорят, везли откуда-то из Америки, что ли, деревья. Из Северной. Вот он, красавчик. Среди бамбука. Как я тебя люблю, солнышко. Как хочешь, чтобы все у тебя было хорошо. А, лебеди нас боялись, что ли, подплыть к еде? Что мы сделаем с птицами? Слушай, важная табличка. Туалет. Туалет. Я обожаю вот этот вот аромат свежести. И плюс тихая, спокойная погода. Нет ветра. Воздух чистейший. Свежайший. Ну, более-менее относительно тепло. А самое главное, мы с мамой здесь вдвоем. Вы знаете, это для дендрария прям большая-большая редкость. Уж сколько раз я сюда попадала, здесь постоянно толпа народу. А сегодня мы здесь с тобой вдвоем. А потому что еще рано. Мы очень рано пришли утром. Так это и хорошо. Это я и рада. Мне вот знаете, когда мы были в Крыму, Сон у моря назывался. Или Сон на море, или Сон у моря. Ага, гуляют в открытом пространстве. Вот. И рядом был Воронцовский парк. И вот это вот, блин, это самое лучшее, наверное, по себе. Вот знаете, сколько я объехала всего. И, понятно, дорогие отели, это здорово, это классно, когда там обслуживание такое супер. Ну, то есть, ну, нужно, наверное, и то, и то. Но вот этот Сон на море, это какая-то мечта для меня. То есть, это типа эйлинга. Ну, это, наверное, не эйлинги. В общем, ну, непосредственно домик у практически самой кромки воды и сбоку Воронцовский парк. Но там своя огороженная территория решетками чужие не зайдут. Вот, все утопает в розах. Ты просыпаешься, выходишь на балкон. Ты как будто бы стоишь на лайнере, на каком-то плывешь в море. Видно дельфинов, рыб, умиротворение, тишина. Туда мы идем, мы не выходим. Ты не переживай, здесь выходят только по билетам. Мы вон туда идем, там сейчас озеро будет красивое. Вот. И при желании ты идешь гулять в Воронцовский парк. Воронцовский парк, я считаю, это один из самых красивых в Крыму, не считая Айвазовского. Айвазовский, конечно, вообще вне конкуренции. И ты идешь, и там, в общем, получаешь наслаждение. И здесь тоже вот такие же ощущения, что ты идешь на... Мы все обойдем, мам, не переживай, он небольшой. Нижний парк, он небольшой. Сейчас вот здесь самое интересное место. Ой, Белка, Белка. Она навстречу бежит. Лена Белку поймала. Вон, видишь? Опа. Опа. В мусорке. Да не, не в мусорке. Серенькая, не рыженькая. Мы сейчас, когда в Питере были, тоже там Белочку видели. Они там вот не помню, какого цвета были. Вот она, смотрите. Привет. Боится. А нет, они здесь, знаешь, ручные. Им тут, может быть, тут орешки приносит. А мы орешки не взяли, солнце. Не взяли орешки. Оть, оть, оть. И все. И была такая. Да ладно, на себя хоть чуть-чуть полюбоваться. Да. Посмотрите на мое довольное лицо. Я вижу. Вы знаете, на самом деле, мне кажется, даже самый большой торт меня так не обрадует. Как посмотреть вот на лебедей, на белочек. Обожаю это дело. Вот здесь, когда мы в прошлый раз были, был выводок уточек, молоденьких, ну, такие были, маленькие утята. И такие пушистые-пушистые комочки были. Это было так мило, так здорово. Ну, и сейчас здесь пеликан. Сейчас здесь пеликан. О, в горных лиц, видишь, дяденька. Пойдем туда поближе подойдем. Ну, вот это вот здесь, в нижнем парке, ну, на мой взгляд, вот сверху эти лебеди, и здесь вот этот прудик, самое красивое место. А так-то, по сути дела, просто не хочется сейчас маме в горку карабкаться в верхнем парке. Это кедр гемалайс. Мы с мамой сделали вывод, что, может быть, как-то кто-то болен из них или еще что-то. Вот почему-то один здесь лебедь, и один там лебедь. Почему-то отсадили за решетку. Почему они за решеткой, вообще непонятно. Ну, отдельно, типа вольера. Ну, может быть, подкармливают здесь как-то каким-то особенным кормом? А может, беременные? Да. Мне так нравится, они так, ну, вот, такой у них разговор. Слушай, а этих не кормили, у этих капусточки нет. Это гусыня, наверное. Может, клетка для родов? Кормить птиц можно только специальным кормом. От другой еды они гибнут. Ну, кормить сейчас, видите, нету кормить. Раньше продали. А, нет, у них там, смотри, целая корыта с этим, с кормом. Целая корыта с капустой. Они не голодные, значит. Он просто, ну, ему этого, слушай, наверное, мало очень. Тут пространство-то, вот, плавать, смотри. Да, хватит ему, одному хватит. Ну, где ж хватит? Это все равно, что ты будешь плавать в ванной. Он же не только плавает, он же и водит, лежит. Ну, в общем, все равно. Жить в клетке как-то не ахти. И там целое куриное царство. Получила ты, мама, наслаждение? Ой, получила. Пальму. Энергия. А пальму не будешь обнимать? Не, пальму. Ой, мама у меня авантюристка. Здесь выход за оградой. Магнолий. И раньше был выход здесь. А сейчас, ну, видимо, не оплачивают все это дело. И выхода нет. Мама говорит, может, через забор перемахнем? Я говорю, сейчас я буду бегать. Охранник, ну, снимите бабушку. Повиснет на ограде, где я не учусь. А я говорю, снимите бабушку. Нет, ну, человек, понимаете, предлагает. Давай, говорит, через охрану перемахнем. Ну, в смысле, через ограду. Ну, я же шучу, Лена. Не, ну, я понимаю. Ну, видимо, посетителей никого нет. Держать персонал, соответственно, как бы, видимо, накладно дорого. Ну, а что, в принципе, 150 рублей в парк вход стоит? А это же нужно всех содержать здесь. Кормить, ухаживать здесь. Сколько, представляете, деревьев всего. Поэтому это, конечно... Так, куда? Прямо пойдем? С мамой в автобус. Автобусики я вам уже показывала. Маленькие. Но так прикольно. Там этот монитор и знаки зодиака, горскоп. Вот сейчас на Козерога показывают горскоп. Я такое впервые вижу. Ну, то есть интересно, знаете, как не скучно. У нас тоже такие мониторчики есть. Но горскопа я еще не видела. Едем на рынок, смотрим. Водолей. Водолей. Стресс и тревога вот что может подвести вас сейчас. У тебя есть стресс, тревога? Нет. Петух снял. У тебя есть стресс. Ну, понимаете, да? Сидеть в отеле мы не любим. Приехали в центральный рынок. Сейчас поговорили с женщиной. Я все сомневаюсь просто насчет Абхазии. Говорю, ехать, не ехать. Не знаю. Сегодня... Ну, там такая программа. Норицу я не хочу. Там была. Я бы хотела в Новоафонский монастырь. Пещеры Новоафонские. Ну, посмотрите то, чего не видела. Ну, в общем, не знаю. Потому что, говорит, сейчас завтра будет хорошая погода, а к субботе будет ухудшение погоды до минус двух. Минус два, конечно, гулять не сильно хочется. Ну, в общем, подумаю. Времени у нас, слава богу, много. Мама вчера сказала, вообще 20 дней по времени. На самом деле гораздо меньше. Так. Вот на рынок через Вещевую пойдем. Ты хоть что устанавливаешься? Или ты хочешь что-то купить? Нет, я смотрю. Пурточки, кстати. Симпатичные, яркие и теплые. Существуют. Существуют. Разомер. Народу мало. Сейчас с женщиной разговаривали. Она из Сибири. Переехали сюда 10 лет, как в Сочи. Нина радуется. Мы что-то с ней про морозы. Не знаю даже, с чего мы так. И всю дорогу разговаривали. Она нам так вот подсказала, какие места можно еще сходить, что посмотреть, что посетить. Из того, что она рассказала, в принципе, я практически везде была. У нас, кстати, снесли вещевой рынок. Здесь еще вещевые рынки. Я имею в виду, у нас это в Зеленограни. Здесь работают, кстати, кроссовки по 1000 рублей. По 1000. А, вот туда. Туда. На запах. Иди на запах. Можно было здесь не проходить. А, вот, проход к продовольствиям. Нашли. Нашли, ура. Рынок. Самое главное потом к автобусу выйти. Не заблудиться. И что? Туда, что ли? А, вот здесь, наверное, проход. К рынку. Смотрите, как красиво. Рица, наверное. Нет, мне озеро понравилось. Ну, просто сейчас холодно. Я помню, мы там замерзли. Нам дали час там ходить. Мы так замерзли на этом озере. Очень красиво посмотреть. Но зимней такой одежды у меня с собой нет. Там же холоднее гораздо, чем в городе. Так, продуктовый рынок. Соль, мед, мыло. Разные магнитики. Глаза сразу разбегаются. Да? Вроде вот ничего вот из этого не нужно. Но... Ну, вот смотришь. Смотришь и вам показываешь. Запах сыра чувствуешь? Сыра. Чувствую запах сыра. Точно, вот он, сыр. Интересно, какой же тут сыр. Местный, наверное. Да, это на входе. Пойдем дальше посмотрим. Здесь пироженки. Орешки. Хачакури. Ну, такой рынок. Не очень большой, компактный. Уютный. О, смотри. Такое я первый раз вижу. Маринованные креветки. Вот это только в Сочи. Не, мы посмотреть. Не, не, я просто первый раз вижу эти маринованные... Или это что? Ну, морепродукты. Видимо, острые, что ли, какие? Первый раз вижу. Смотри, рыба тоже. Креветочки, рафан, да? Это маринованные? Тоже готовые. Ну, понятно. Ни разу не видела такого. Целые прям ряды с креветками. У всех. У нас такого не увидишь. Выбирайте. Да-да-да-не, нам пока... Смотрите, весь ряд... Весь ряд с креветками рапана. Здесь фермы, что ли, какие? Балык сырокопченый. Ну, это и у нас, мам, есть. Зачем везти отсюда, если у нас то же самое все-то? Ну, может... Может, армянская, если какая-то? Да. Отчего вот у нас нет? У нас... А, вот суджук, кстати, многие любят. А суджук, это что здесь? Суджук, это... Это вяленое, сахар, это перец. Ну, это, вяленое, да? Колбаса вяленая получается. Да. Ну, это... Так... Да пока нет, спасибо. В общем, суджук... Ну, такой прям ассортимент хороший очень. Да? А где еще фрукты? Фрукты? А, наверное, еще один рынок, мам, с фруктами. Что-то мы в говядину попали. В говядину, свинину, в рыбу. Слушайте, ну, маринованные креветки я вообще первый раз вижу. Да не за Алином, второй этаж, оказывается. Мы не можем понять с мамой. Ходим, думаем, что такое? Второй этаж приехали. Здесь специями пахнет. Есть такое ощущение, что мы на грузинский рынок попали. Мне кажется, это тоже что-то как-то не фрукты, а вон там фрукты. Здесь эти чурчхелы. Причем чурчхелы разные. Здравствуйте. Это, наверное, хорошее. Просто оцените. Попробуй. А это с чем? С грецким орехом? С орехом. Девушка, иди сюда. Свежая, свежая. Она не любит такое. А вот это с чем? С самонасом? С самонасом, вишня и грецкий орех. Есть кеви. Есть изабелла наши, гранатовый. И сколько стоит? Это с фундуком. Эти по 150. Эти по 100 любой выберешь. Необыкновенный. Необыкновенный. Вот такой тоже попробую. И сюда. Свеженький. А это что, фундук или что? Грецкий орех. Тоже грецкий орех. Грецкий орех. Из белого винограда. Есть кокосовый, есть лимоновый. Да нет, кокосовый нет. Виноградный. Какой хочешь. Классика. Настоящий. Самый натуральный. Без сахара. А какой без сахара? Сейчас там. Подождите. У меня пару штучек каких-нибудь. Еще? Не, не, не. Хурма сушеная. Мама хотела. Хотела хурму резать. А сколько хурма сушеная стоит? Какая сушеная это. А, 600 рублей килограмм. Нет, это... А какая вот она должна медовая быть? Вот медовая, мягкая. А зачем нам попить? А почему не зачем попить? А как ты ее повезешь? Ты только зашла и сразу подвезешь. А я тебе, какая разница? Ну, у них черчелы у всех одинаковые. Нет, я вот как-то в себе брала, Лен. Прямо, о, хороша была. Какой? Да, рукам медовая. 250 рублей. Сколько стоит вот такой пакетик? 250. А, 200 рублей. Как ты скажешь, как вот мокрые. Мягкие, мягкие, вов. Тебе мокрые надо? Нет, я не веду это по суше немножко. Послушаю. А вот, наверное, белая вся, мне кажется. Нет? Да. Такая? Какой ты хочешь? Брали хурмы, спасибо. Да, хурмы. Хурмы на 400 рублей. Набрали. А украины. Не, спасибо, не надо приправа. Ягодка. В общем... Ну, а как я должна не... Мне понравилось, я остановилась. А как я должна весь рынок сперва обойти? О, а здесь по 100 рублей уже это. Которую я по 150 взяла, по 100 рублей. А может по 100 маленькая какая-нибудь? На рынке два дурака. Смотри, арбузики маленькие тоже продаются. А вот мандаринов таких, как нам вчера на ужин, мелких нету. Где? Нет, они мелкие-мелкие те были. Нет, они мелкие-мелкие. Какие? Может, наверное. Не, а они, мам, были без лепесточков были. Мы еще туда прямо пройдем. Да не, мы посмотрели просто. Я здесь. Да, там кто-то. Я здесь. Куда я? Я печу, спела, фурно, специи, сологуни. Так, это мы взяли, да. Не, спасибо. Так, сок гранаты. Я не могу ходить, как можно с Оксаной. Сыр с Сологуни. Оксана, когда последний раз в Грузии отравилась сырочком, наверное, думаю, больше есть его не будет. Ну, а что ты думаешь, мы ее не съедим? Конечно, не съедим. Съедим вечером. Вместо конфет хряпать будем. Вчера специально нож купили. А это вот эти все сборы чаев-то. Да не, мы поспас посмотреть. Чаи. А куда? Мы не съедим, да. Давай спрятую хурму будем есть, налегать на йод. В хурме говорят йод. Содержится, что. Я, правда, не знаю, в сушеной остаются все эти полезные вещества. Ну, в общем, вот такой вот рынок в городе Сочи. Мне понравился. Ассортимент хороший. Здравствуйте. Выбор. Да не, мы уже взяли, спасибо. Выбор хороший. Хурма. Слушай, ничего нет у нас. Ну, знаете, вот кто-то доброжелательно, кто-то, конечно, хамство такое. Типа, знаете, как, если ты не берешь, то все, враг номер один. В общем, вышли с мамой с рынка. Ну, только не на ту сторону. Это мы знаешь, куда вышли? Это Ривьера тут где-то, парк, мне кажется, недалеко. Потому что я помню этот мост. А может, я ошибаюсь. Здесь как-то мост через реку был и парк Ривьера был. Здесь при входе тоже он продает мандарины. Он, кстати, мелкий, по 100 рублей. А там по 200 сейчас были, да? Да. А здесь он мелкий по 100, как раз, который нам вчера на ужин давали. Ну, а не попорчатся, мам? У нас, блин, 2 килограмма хурмы. Нам ее надо съесть. Нет, чтобы 3 штуки взять. Ну, 3 штуки, и что, мы на рынок ехали из-за 3 штук, что ли? Вот они, видите, мелкие вот эти мандаринчики. По 100 рублей вкусно. Подожди. Мы что-то не туда вышли. Вон там автобусы ходят. А, ну да. Мы как-то с другой стороны заходили сюда. Смотрите, наверху хурма по 600 рублей на рынке, а здесь по 300. Представляете? Два раза дешевле. Пришли, смотрите, нам. Ну, это я сейчас свои ботинки поставила. Тапочки расставили нам аккуратненько. Здесь кроватку застелили. Даже шорты мои сверху. О, подушки, мам, нам. А, подожди, не подушки. Это нам просто показали, что застелили. Я думала, мама просила вторую подушку, но ей обещали дать вторую подушку. Когда найдут навочку. Подушка есть? Навочки нет? Навочку обещали дать. Ну, приятно. Приходишь уже, убрано всегда. В общем, вот так вот я ходила сегодня. Иду, говорю, сама за себя радуюсь. Наконец-то я подобрала одежду удобную для вот этой вот именно погоды, что мне и не жарко, и не холодно. В общем, смотрите. В общем, хорошо. Принесли. Сейчас-то идем на обед. Я взяла вот эту сушеную хурму. Она стоила пакет 250 рублей. А внизу 300 рублей килограмм. А это пакет 250 рублей. Ну, и набрали прям по полной программе. Ну, я очень люблю вот эту хурму. На 400 рублей хурму. А с мамой идем и думаем, а что мы с ней делать будем? Она у нас попортится здесь. А вчера ходили в магазин, купили и риски. Ну, вечером, вот знаете, как привык же чай с чем-нибудь точить. Чай взяли, чтобы здесь не носить из отеля. Купили, он ножи лежат. И я купила вчера, еще я не могу. Со стакана попила, неудобно пить. Ну, что это, кружка 90 рублей стоит. Что я буду мелочиться? Потому что выходишь, кулер, вода горячая, стакан прям сразу же он нагревается моментально. Обед покажу кратенько. Сегодня решила поменьше взять без супа, потому что нереально такими порциями есть. Морковка с майонезом. Сегодня у них эти перцы. Не знаю, кстати, вкусные или невкусные. Гречка и сациви, там, баклажаны с орехами. Мне кажется, вкусненько. Ну и плюс вот такие вот печеные кексы. Народу стало больше по сравнению с предыдущими днями. Но очередей все равно нигде не наблюдается. Ни за сладостями, нигде. В общем, и к супчику, ко всему можно подойти. А сегодня точно не осталось? Борщ. Как это я могла борщ не съесть? Я сейчас от жадности съела этой хурмы, мандарина. И если честно, ну вроде как есть хочется, но я понимаю потом, какие будут объемы. Баклажанчики вкусные. Даже очень. Да с гречкой. После обеда сегодня прояснилось. Немножечко, ну видите, немножко небо просветлило. Идем с мамой на набережную. Вот какая уже у нас с вами красивая картинка. Картинка это вот начало набережной. Там дальше перекрывает собака. Нет, она, мальчик кормит голубей. А, думаешь, охотилась, да, правда. А я думала. Ой, сегодня волна большая, смотри. Сегодня большая волна. Красивая, я очень люблю. Сейчас я вот сюда хочу. А то идти. Ой, как я обожаю смотреть на эти волны. То, что надо. Там какой-то корабль. Там фотографию ищут. Мам, иди сюда. Там сфотографируется они. Я вижу. Такая табличка интересная. Только сытым покоряются моря. На маму посмотришь, что она в капюшон не идет. Кажется, что очень холодно. На самом деле 14 градусов тепла. Но мама перестраховывается, чтобы не заболеть. Но на улице очень-очень хорошо. Очень комфортная температура. Вообще просто шикарная. Здесь в связи с тем, что сегодня шел дождь с утра, ну тоже такие уютные столики. Но на улице все-таки прохладненько сидеть. Даже если ты будешь с какими-нибудь пледиками. Поэтому сейчас в основном все предпочитают сидеть внутри в кафешечках. Но Сочи, мне кажется, это все равно то место, где люди есть всегда. Несмотря на погоду, да? На набережной все равно огромное количество людей. Ой, очень красиво вообще здесь. Сама картина, смотрите. Сосновые ветки, пальмы. Очень красиво. Нынче торгуют на набережной. Те же самые сувениры, что на рынке. Но, кстати, многие закрыты. Вот такие вот костюмчики мне очень нравятся. Тебе нравятся такие? Да, но я мерила. Это что же они, как ты сказал? Сангорки как будто бы. Но они вот разноцветные. О, кстати, такие кофты мы торговали. Две пятьсот кофты. А какие костюмы? Порядка четырнадцати тысяч. Ну, там, на набережной. Я не смотрела на базе. Судоводья берила? На садоводье. Я здесь мерила. А здесь мерила? Мне не пошли такие брюки. Они, получается, как бы, ну, все твои неровности облегают полностью сразу же. То есть, если бы они темные были, ну, или на сорок шестой размер, то это будет красиво смотреться. На пятьдесят второй уже не очень, скажем так. Жемчужина Гранд Отель. Если кому-то интересный, кто-то не видел, у меня есть обзор. Жемчужина на канале, можете зайти, посмотреть, какой там номер. А там телефон, номера хорошие были? Номера, у меня был маленький номер. Там еле-еле один человек может разместиться. Ну, возможно, там есть и больше номера, я не знаю, но у меня был маленький стандарт. Он нормальный, комфортный, все, есть для жизни, для одного человека. Но у нас сейчас с тобой номер больше, как минимум, в два раза. Вообще, конечно, по идее, какой-нибудь двухкомнатный. Все жилетки по две с половиной тысячи. Вот теперь поездили, Ленка, хоть знаешь, какие цены на садоводе и какие цены туда и здесь. Ну, мам, хорошо, опять-таки, на садоводе цены для кого? Для оптовиков. Вот ты приедешь, скажешь, продайте мне одну вещь по оптовой цене. Тебе же ее никто не продаст, а ты должна взять всю линейку. А в линейке есть какой-нибудь 46-й размер, который, допустим, у тебя не ходовой, и его никто не забирает. И вся твоя прибыль осталась в этом 46-м размере. Понимаешь, он же тебе не нужен. Вот все рассуждают, как, что там дешевле. А дешевле тут тоже есть подводные камни. Ну, какая это аптека? Сувенирная лавка. Аптека, мы потом поверху назад на автобусе поедем, туда выйдем и зайдем, если тебе нужна аптека. Такое, встали с мамой, предзакатное время. Ну, 2-3 минуты, и прям совсем солнце сядет и стемнеет. И мы удивляемся, стоим. Видите, катерок плывет. Прям сюда плывет. И я говорю, что... Ну да, что они такие маленькие. Ведь их там колба сейчас на волнах. Знаете, это со стороны красиво смотреть. А мы с Оксаной тогда по Ладожскому озеру катили, и казалось, вообще волны не было. Но, блин, это еще то удовольствие. Знаете, как там внутри тебя колыхают в разные стороны. Но, несмотря на это, у них, конечно, они все рассчитывают, я думаю, по времени. Очень красиво. Очень красиво. Обожаю. Вот море во всех его проявлениях. Еще раз говорю, что прям вот вообще фантастика. Отплывают они вон оттуда, где вот этот стоит танкер, мама говорит, или корабль какой-то стоит. А этот... Я говорю, плывет, мама говорит, ходит. Ну, возможно, ходит. Люди не боятся заходить на пирс. А здесь, наверное, есть причал. Он прям сюда. Вот смотрите, мне такое ощущение, что он как тонет, блин, вот в этих волнах, да? Но он на подушке. А представляете, там люди наверху. Стеклянная вот эта вот каюта, или как это называется. И смотри, мама его увидела, мотыляет как. Эти люди очень отважные, смелые, я так скажу. Там еще не на всех этих катерах выдают вот эти спасательные надувные жилеты. Мы тогда сели, нам говорят, вот они там лежат, типа, если нужны будут. Знаете, когда нужны будут, у тебя времени не будет на то, чтобы им воспользоваться. Волна видела, смотри. Ух ты. Усиливается, смотри. Смотри, смотри. Вот такой, что он был. О, смотри. Ну, бывает, что здесь волна прям добивает, да. Ну, там вон у него, этот причал где-то, наверное, скорее всего. Очень красиво. Как ты можешь передать сейчас словами те ощущения, которые ты в данный момент испытываешь? Вот ты смотришь на море, что-то ты в этот момент ощущаешь. Смотри, он там даже затопило пирс. Он такой длинный, и его затопило. Что стихия, понимаешь? Стихия. То есть ты не наслаждаешься, а размышляешь о том, что стихия. Я наслаждаюсь великолепно все. Ну, стихия есть стихия, понимаешь? То есть ты испытываешь страх? Да, некоторые? Нет, я не испытываю, потому что... Ты далеко и безопасно стоишь. Все, вон, маленький. А ты знаешь, что, когда наводнение, оно внезапное и очень быстро. А как, вот я так думаю, человек, вот если, например, попал в море, мне кажется, жизнь его не более пяти минут. Ну, почему? Ну, да ладно, охлаждение, выплывешь. Из такой воды выплывешь. Она не такая, настолько холодная. 20 градусов, наверное, где-нибудь. Ну, да, зачем? Ну, я думаю, что она не настолько холодная. Надо узнать, кстати, температуру воды в море в Сочи сейчас. Посмотреть. И все стоят. Мы встали. И все стоят. Вот в этом месте. Знаете, есть такой стадный рефлекс. Вот один что-нибудь делает, и все остальные тоже делают. Вот один встал, остальные вот просто будут идти мимо. Но если один стоит, остальные заинтересовываются и стоят тоже рядом вместе, наблюдают. В общем, дорогие друзья, я на этом с вами прощаюсь. Желаю, как всегда, добра, удачи, позитива. Мы идем гулять дальше. Видео, как всегда, у меня получаются длинные. Но многие написали, что длинные видео готовы смотреть. Поэтому это для вас. Ну, а кто не любит длинные, тот перемотает или на ускоренном режиме посмотрит. Всем желаю, как всегда, добра, удачи, позитива, отличного настроения. И, как всегда, увидимся с вами вновь. Пока-пока. Я этот кораблик уже не вижу где он. Ну, как ты не видишь, если он он стоит. А, нет. Нет, здесь просто так, видимо, устроено, что такой склон, и так волна набирает вот здесь обороты. Здесь, получается, это набережная. И прям волна добивает вот до набережной. Получается. Сейчас прям вот сильная волна. А ты видишь, вот здесь мокро. Он, видимо, и сюда тоже добивает. А уже позакрывались все. Еще нет шести часов, но, видимо, не знаю. Может, перед штормом. Вот, видите. Красиво. Я не знаю, сколько градусов вода. Но, мне кажется, градусов, наверное, 18. Подспорил. И мы сперва не поняли, думаем. Я говорю, мне мерещится, что там плывет кто-то. Нет, плывет кто-то. Может, спьянул? Может, морж. Наверное, морж, скорее всего. Посол. Моя да. Моя да. Продолжение следует...